Три, дальше четыре единицы, дальше шесть и так далее. Вот сейчас надо разобраться с корнями семи. Привет, здесь очень важно, что все работает по одному стандартному сту. Корень семи. Вычисляем целую часть. Здесь получается дробная часть. Корень семи. Отлично. Теперь домножаем на сопряженное. Но не сопряженное здесь, чтобы не было отрицательных числов, просто на корень семи плюс два. Вот на минус. Пронножаем. Так, что у нас здесь будет? Семь минус четыре, это на самом деле три. Поэтому будет единица, деленная на корень семи плюс два, делить на. Ну как, целая часть единица. Что здесь получается? Шесть. Шесть стройки сокращается. То есть, в следующем случае, два, идет два, знаменатель. Два плюс один разделить на. Один плюс единица. Делить на корень из семи плюс один, деленное на два. Один плюс один разделить на. Немножаем на корень из семи плюс один. Ну вот видите, я вот дошел здесь до нужного момента. Потом четверка, потом опять три единицы, четверка и так далее. Нам предлагают корень из восьми и корень из трех. Это двойка. Так, умножаю на корень из восьми плюс два. Четыре делить на корень из восьми плюс два. Правда? Ну, нужно чрезвизировать на корень из восьми плюс два. Четыре. Так, хорошо, делю. Какая получается целая часть? Корень из восьми плюс два умножить на корень из восьми плюс два здесь. Так, эта штука оказалась очень простой. Потому что здесь у меня опять получается четыре. Оно сократилось. Здесь получается корень из восьми плюс два. А это мы уже понимаем. То есть, дробь в этот пол. Смотрите, какая. Два, один, дальше четыре, один и такая. Ну, в любом случае, это интересно. Корень из трех минус один. Но корень из трех минус один мы умножаем на корень из трех плюс один и делим на корень из трех плюс один. Пока все понятно. Это будет единица. Так, здесь в числителе у меня примерно двойка. Корень из трех плюс один пополам. Значай, корень из трех чуть-чуть больше единицы. Поэтому у меня опять получается здесь единица. Один плюс один разделить на один плюс, так, двойка в четыре сокращается. Один делить на корень из трех плюс один. Вот он и результат. Корень из трех. Два, один, два, один, два и так, да. Два плюс корень из трех минус два. Добнажаем на корень из трех плюс два, четыре сокращается в трех минус два. Замечательно. Случай, двойка плюс, так, это здесь в числителе единица, а здесь получается четыре плюс корень из трех минус два. Ну, а это есть получается два зачитать четыре, 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 четыре. Да. Правда. Правда. То есть корень из пяти тоже разлагается крайне просто. Двойка и через запятую четвертый. Корень из девятнадцати. Ну, это понятно, что такое. Это четыре плюс корень из трех минус четыре. Который по нашей традиции надо, значит, випло, написать вот так вот. Умножить на корень из трехнадцати плюс четыре. Получится здесь, естественно, тройка. Здесь будет корень из девятнадцати плюс четыре, я хотел сделать на три. Так, корень из девятнадцати чуть-чуть больше четырех. Четыре плюс четыре – это восемь. И мечта сбылась. Здесь у меня целая часть, это действительно тройка. Девятнадцать минус четыре – это пятнадцать. Значит, здесь будет пятерка в номинации. Четыре плюс один разделить на два плюс один разделить на корень из девятнадцати плюс два разделить на пять. Отлично. Корень из девятнадцати больше четырех. Значит, здесь целая часть – это единица. Отлично. Пишу здесь один плюс, а здесь пишу минус три. Замечательно. Теперь умножаю на корень из девятнадцати плюс три. Числитель и экзаменатель. Корень из девятнадцати плюс три. Что у меня будет? Значит, девятнадцать минус девять – это десять. Соответственно, будет реально двойка. И получаю, господи, я следующее. Четыре плюс единица, деленное на два плюс единица, деленное на один плюс единица, деленное на корень из девятнадцати плюс три пополам. Корень из девятнадцати чуть-чуть больше четырех. Поэтому здесь целая часть – четыре плюс три – это семь. Целая часть будет, на самом деле, тройка. И здесь будет минус три. Так, ребята, здесь полноценный элемент. Видите? Четыре, два, один, три – замечательные элементы разложения в эту цепную золь. Значит, считаем дальше. Корень из девятнадцати минус три. Надо умножить на корень из девятнадцати плюс три. И в знаменательном написать корень из девятнадцати плюс три. Отлично. Двятнадцать минус девять где-то находится в десять. Значит, у нас получается следующее выражение. Можно я здесь и саду? И прямо здесь напишу. Четыре на корень из девятнадцати плюс три разделить на пять. Отлично. Корень из девятнадцати чуть больше, чем четыре. Значит, я пишу один плюс, и здесь пишу минус два. Ребята, я прошу разрешение не таскать, что это большое выражение, а написать вот это вот корень из девятнадцати минус два. То есть, смотрите, я здесь пишу корень из девятнадцати плюс два, здесь корень из девятнадцати плюс два, и соображаю, что реально здесь вот будет в числе 15 сократиться с пятеркой останется три. Мне нужно будет разобраться с числом корень из девятнадцати плюс два девятнадцати. Из него надо извлечь целую часть. То есть, это будет, понятно, двойка. Корень из девятнадцати плюс два девятнадцати плюс два девятнадцати, и здесь получается один разделить на корень из девятнадцати плюс четыре. Господа, мы победили. У нас получилось опять число корень из девятнадцати, и, соответственно, мы знаем, какую тропь для корень из девятнадцати. Смотрите, какие у нее элементы. И вот один, два, один, два, восемь. Господа, вот тот самый эффект полинтрома, о котором я говорил. Вот. А дальше вы уже знаете. Опять пойдут два, один, три, один, два, восемь. Два, один, три, один, два, восемь. И так далее, и так далее. Мы с вами имеем гипотезу, что разложение в цеплую тропе числа корень из девятнадцати, ну, а на самом деле, я говорю, что и всегда будет так, то есть не только для этого числа. И это хорошо тоже показать. Так вот, разложение в цеплую тропе числа корень из девятнадцати на самом деле устроено следующим образом. Есть периодическое последовательное тропе. Причем, если корень из девятнадцати прибавить на целую часть, то разложение получается чисто периодическим. Более того, этот самый период является плитом. То есть, если забыть право числа, то остальное является плитом. Почаем.